Добрый день! Сегодня я хотел рассказать вам о книге французского историка Поля Азара «Кризис европейского сознания» 1680-1715 годы, впервые изданной в далеком 1935 году и с тех пор неоднократно переиздававшийся как на французском, так и на английском языке, причем последнее английское издание этой книги вышло в 2013 году. Эта книга хороший пример того, что выдающиеся историческое исследование не утрачивает своей актуальности и спустя 50 или даже 80 лет после того, как было написано. Ведь до сих пор имеет смысл читать «Средиземноморье» Фернана Броделя, которая впервые вышла в 1949 году, или же «Великую цепь бытия» Артура Лофджоя, публикованную в 1938 году, и даже «Культуру Италии в эпоху Возрождения» Якова Бургхарда, которая была опубликована впервые, страшно подумать, в 1860 году. В своей книге Поля Азар рассматривает ключевые изменения, произошедшие в интеллектуальной жизни Франции и Европе на рубеже 17-18 столетий, которые породили эпоху просвещений. Если попытаться кратко выразить суть этой эпохи, то я бы определил ее как разрыв со всей предыдущей антично-средневеково-ренессансной интеллектуальной традиции. Об этом свидетельствует в частности и главная дискуссия, имевшая место в этот период, так называемый спор о древних и новых книгах, или о древних и новых авторах. Этот спор развернулся в 1680-е годы, когда Шарль Перро, знаменитый сказочник, и Бернар Фонтенель заявили о превосходстве новоевропейских авторов, то есть авторов нового времени, над античными не только в сфере науки и естествознания, где к тому времени это превосходство было уже всем очевидно, но и в литературе. На защиту антиков поднялись такие крупные писатели этого периода, как моралист Жан Лабрюер, баснописец Жан Лафонтен, автор знаменитых в XVIII веке приключений телемаха Франсуа Фенелон и теоретик искусства Николя Буало. И хотя список этих имен более впечатляющий, чем компания сторонников превосходства новых авторов, именно Перро и особенно Фонтенелю удалось наибольшей степени соответствовать духу времени, духу скептическому, критическому, готовому дерзко не спровергать всяческие авторитеты, в том числе и авторитеты античных авторов. Тем более, что культурное наследие греческих и римских классиков, особенно древнегреческая мифология, давало немало поводов усомниться в идеальности, в образцовости древнегреческих богов, ну и соответственно самих древних греков. Вот это критическое отношение, как демонстрирует Азар, не ограничивалось отношением к античности, но и затрагивало религиозную сферу, в частности библеистику, библейскую историю и хронологию. Причем речь идет не только о трудах протестантских богословов, но и католических. И самым известным, конечно же, из этих католических богословов был Ришар Симон и его знаменитая книга «Критическая история Ветхого Завета» 1678 года, в которой проводится мысль о том, что Библия это текст многослойный, что написание Библии это долгий исторический процесс, что сам библейский текст заключает в себе свидетельство обработки, происходившей уже в древности. Разумеется, мысль Симона о том, что Библию писали разные люди в разных обстоятельствах, вызывает гнев церковных властей и прежде всего знаменитого католического писателя, епископа и воспитателя сына Людовика XIV Жака Бениня Босюэ, которому Азар также посвящает главу, одну из глав в своей книге. Однако, несмотря на репрессии в отношении Ришара Симона, процесс, в общем-то, уже необратим. В этот же период под воздействием критической библеистики становится очевидной невозможность буквального прочтения Ветха и Новозаветной хронологии. В частности, из-за явной несовместимости этой хронологии с гораздо более древней хронологией древнеегипетской истории, составленной в начале эллинистической эпохи египетским жрецом Манифоном и дошедшей до нас во фрагментах. Конечно, в этот период предпринимаются неоднократные попытки примирить библейскую хронологию и хронологию Манифона, но уже сам факт этих попыток свидетельствует о том, что Библия как текст и библейская история, в частности, утрачивает свою центральность в сознании западноевропейских авторов, а само это сознание начинает все больше и больше определяться с одной стороны деизмом, то есть представлением о некой отстраненности Бога от мира, а с другой стороны идеей относительности всех исторически сложившихся систем морали и стилей жизни. В качестве характерного примера критического отношения как к античной, так и к христианской традиции Азар приводит книгу Фонтенеля «История оракулов», опубликованную в 1686 году, где тот предпринимает скептический разбор так называемых «сивилинных книг». Речь идет о книгах, приписывавшихся еще в древности греческим, римским, этрусским, вавилонским, персидским и прочим пророчествам, которые неоднократно переиздавались в Древнем Риме и были объектами как литературной переработки, так и христианских интерпретаций. Например, Вергилий в 4-й экологии своих «Буколик» пишет о пророчестве Сивиллы о скором рождении необычного младенца, что современники Вергилия рассматривали как предсказание наступления скорого золотого века, а христианские авторы – как предсказание рождения Христа. Фонтенель же отмечает противоречивость содержания Сивилиных книг и их осуждения ранними христианскими авторами как демонических, а также скептическое отношение к ним со стороны ряда античных философов. Для Фонтенеля Сивилины книги – это пример народного суеверия и манипуляции этим суеверием со стороны власть придержащих как в Древнем Риме, так уже и в христианскую эпоху. В результате способа соединения, своего своеобразного взаимоподтверждения классической и христианской традиций, Сивилины книги под пером Фонтенеля превращаются в наглядный пример человеческой глупости и мошенничества, а также в доказательство того, что христианство не было предвосхищено просвещенными язычниками и что от последних христиане унаследовали лишь суеверие. Отсюда прямая дорога к Пьеру Бейлю, автору знаменитого исторического и критического словаря, французскому эмигранту-протестанту, отвергшему не только католицизм, но и попытки протестантских богословов установить некое подобие ортодоксии в Голландии. Бейль посвятил всю свою жизнь борьбе со всякого рода историческими, религиозными и естественно научными заблуждениями, из какой бы стороны они ни исходили. И вот это непочтительное отношение к любой традиции приводило в конечном счете к тому, что все прошлое начинало рассматриваться как история заблуждений, глупости, абскурантизма, суеверия. А это, в свою очередь, означало конец антично-ренессансной концепции Золотого века, коренной перелом, так сказать, в историческом сознании в целом. До 17-го столетия европейские авторы искали некую идеальность в прошлом, прежде всего, конечно же, в античном, однако также и в раннехристианском, особенно если говорить о протестантах. Отныне же внимание западноевропейских авторов все чаще и чаще обращается к настоящему и даже к будущему. И тем самым закладываются некоторые основы прогрессистского мировоззрения, то есть мировоззрения, основанного на относительном обесценивании собственно европейского античного и христианского культурного наследия. То есть речь идет о мировоззрении, для которого история есть переход от прошлого варварства к будущей цивилизации и просвещенности. В своей книге Азар демонстрирует замечательную способность контекстуализировать философские идеи, сформулированные в конце XVII века. Соотнося Джона Локка, пожалуй, главного философа этого периода, не с другими великими философами, как это обычно происходит в обычных историях философии, а с критически настроенными авторами конца XVII века, такими как Бейли и Фонтенель, Азар предвосхищает контекстуалистский подход кембриджской школы в истории политической мысли, который был сформулирован в 60-е и 70-е годы прошлого века. Азар показывает, что в своем поиске основы прочного знания Локк, как и Бейли и прочие критики этого периода, отвергает и историю, и метафизику, ввиду того, что и исторические факты, и метафизические тезисы слишком неопределенные, сомнительные, слишком часто порождают заблуждения и ложные утверждения. И здесь мне приходит в голову мысль о том, что отвергая память о прошлом, опыте и врожденной идее, то есть вот эту самую метафизику, как основу знания, усматривая эту основу в первичных ощущениях, Локк не только уподобляет так называемой чистой доске сознания отдельно взятого индивида, но и способствует, как и Бейли и Фонтенель, превращению в чистую доску коллективного сознания своих современников. Античное и христианское наследие, то есть исторический опыт и метафизика, как бы выносятся за скобки, и опустошенное таким образом общественное сознание эпохи просвещения получает возможность конструировать человека вообще, что, в свою очередь, делает возможным современную идеологию неотъемлемых прав человека, опять же, человека вообще, прав, не обусловленных принадлежностью никакой конкретной культурной традиции или включенностью в какое-то конкретное политическое сообщество. Этому отрыву западноевропейского общественного сознания от античного и христианского наследия в конце 17-го столетия и его переключению на человека вообще способствует и отложенный эффект великих географических открытий, которые отмечает Азар. Именно на конец 17-го столетия приходится взлет популярности описаний путешествий и того, что мы бы сейчас назвали бы этнографическими описаниями обычаев неевропейских народов. Можно упомянуть знаменитые описания путешествий в Индию и Персию Жана Батиста Тавернье и Жана Шардена, а также новые путешествия о Северной Америке Барона де Лаонтана. Последний популяризирует образ благородного дикаря, который стал общеизвестным, конечно же, благодаря Жан-Жаку Руссо, но который, разумеется, возник гораздо раньше, почти за два столетия до Руссо, в частности, в эссе Мишеля Монтэня о каннибалах. Разумеется, фигура благородного дикаря становится инструментом критики самого европейского общества и того античного и христианского наследия, на котором это общество было основано. Популярность этих описаний, отражавшая, выражаясь пушкинским языком, беспокойство, охоту к перемене мест, было прямым нарушением заповедей древних авторов, и в частности, римских стойков, и в частности, Сенеки, который писал о том, что мудрость несовместима с кочевым образом жизни. И хотя, благодаря усилиям фламандского гуманиста Юстуса Липсиуса, неостоицизм в целом и интерес к Сенеке, в частности, стал неотъемлемой частью культуры западноевропейских элит на протяжении всего XVII и XVIII столетий, в понимании соотношения мудрости и путешествий, представление стойков подвергается ревизии уже в конце XVII века, о чем свидетельствует растущая популярность описаний путешествий. В эпоху Просвещения жанр литературных путешествий, позволяющий критическим образом сопоставить системы ценностей и культурные практики различных стран, становится во многом центральным. Можно вспомнить, конечно же, персидские письма Монтескио, можно вспомнить письма об англичанах Вольтера, ну или дополнение к плаванию Бугенвилля Дени Дедро, в котором знаменитый Просветитель ставит философскую проблему антиподов. Разумеется, авторы описаний путешествий зачастую составляли превратные, ориентализирующие картины других стран. Об этом нам напоминает замечательная, хотя и малоизвестная книга Алена Гроришара «Структура Сираля. Западноевропейский миф о деспотическом Востоке в эпоху классицизма», в которой показывается, как описание Османской империи Персии, империи Великих Моголов, составленные Тавернье или Шарденом, породили в конечном счете теорию азиатского деспотизма Шарля Монтеске. О склонности западноевропейских путешественников и мыслителей ориентализировать другие страны рассказывает, конечно же, и знаменитая книга про ориентализм Эдварда Саида, а также исследования Ларри Вульфа и Марии Тодоровой о западноевропейских репрезентациях Восточной Европы и Балкан. Не переживший Второй мировой войны Азар, конечно же, не был знаком с этой постколониальной проблематикой, однако его книга полезна тем, что обращает внимание на релятивизирующий эффект травелогов и этнографических описаний в отношении самого западноевропейского общества, которому принадлежали авторы этих описаний. Жажда к экзотическому, к необычному, неевропейскому свидетельствовала об определенном отстранении европейских авторов и читателей от своих собственных стран. Вот почему, возможно, корни космополитического, денационализированного, дномадического, глобалистского сознания современных западных элит, да и незападных тоже, рассматривающих каждую отдельную страну как гостиницу, надо искать именно в той переломной эпохе рубежа 17 и 18 веков, которую описывает Азар. Как и многие другие французские историки, писавшие о Западной Европе, Азар, конечно же, весьма франкоцентричен. Однако он слишком хороший историк, чтобы не заметить, что в описываемый им период последних двух десятилетий 17 века и первых десятилетий века 18 века Франция перестает быть беспрекословным лидером во всех областях культуры, коей она была в первые десятилетия царствования Людовика XIV. Это можно рассматривать как очередную стадию долговременного процесса смещения центра тяжести в культурной географии Европы с юга на север, от латиноязычных наций к германоязычным нациям. Если в середине 17 века Италия уступает роль главного культурного центра Франции, то последнее в конце этого столетия, по крайней мере, делится лидерством с Англией. После славной революции в Англии в 1688 году, заключавшейся в изгнании короля-католика Якова II голландским лидером принцем Вильгельмом Аранским, Франция, продолжавшая поддерживать Якова, не только начинает терпеть поражения в войнах с европейской коалицией, которой предводительствует Англия, но и утрачивает монополию в интеллектуальной сфере, поскольку вдруг появляется Лок, а вслед за ним и Беркли, и Юм, и целая прияда шотландских авторов, таких как Адам Фергюсон, Адам Смит. То есть появляются совершенно самобытные мыслители, не являющиеся простыми эпигонами Декарта. И столкнувшись с этой оригинальной английской мыслью, французы принимают на себя функцию ее распространения по остальной Европе. Сначала они это делают в качестве переводчиков английских мыслителей на французский язык, который, конечно же, остается на протяжении всего XVIII века неизменным средством интеллектуального общения. И, кстати, переводчиками выступают, как правило, французские протестанты, бежавшие из Франции после отмены Людовиком XIV, Нанского Эдикта, Эдикта о веротерпимости в 1685 году. Ну а затем, уже в XVIII столетии, французские авторы берут на себя функцию популяризации английских мыслителей. И здесь, конечно же, надо отметить работы Кандильяка, который сильно способствует популярности эпистемологии Локко. Ну а также книгу Аббата Дюбо, который применяет сенсуализм Лока к эстетике и настаивает на том, что, в частности, произведения искусства должны быть не просто прекрасными, но они должны, на самом деле, и волновать наши чувства. И тем самым закладывается возможность для последующей подмены собственно, прекрасного в искусстве вот этим вот волнующим. Тем самым подрывается неаристотелевская классицистская эстетика Николя Буало, характерная вот для века Людовика XIV. Эта посредническая функция, которую начали выполнять французские авторы в отношении английских в конце XVII века, заставила некоторых консервативных французских критиков говорить о просвещении как об английских идеях, распространяемых французскими перьями, а затем уже при Наполеоне и французскими штыками. И действительно, среди французских интеллектуалов, начиная с Вольтера, немало было тех, кто симпатизировал Англии, то есть главному историческому противнику Франции, и кто являлся со строго такой французской, патриотической точки зрения, так сказать, пораженцем. И в этом смысле книга Азара очень полезна, потому что, несмотря на определенную франкоцентричность, она на самом деле подрывает тот франкоцентричный образ просвещения, который особенно силен в России и в других странах, элиты которых приобщались к общеевропейским культурным тенденциям посредством чтения французских книг. В заключении хотелось бы отметить, что в популярном представлении просвещение зачастую рассматривается как продолжение возрождения, и обе эти эпохи предстают как стадии эмансипации западноевропейского человека от гнета средневековой метафизики. От этого представления не вполне свободен и сам Азар, для которого рассматриваемая в его книге эпоха это скорее антетеза французскому классицизму середины и второй половины 17-го столетия, то есть эпохи Жанна Рассина и Николя Буало. Однако, на мой взгляд, книга Азара как раз показывает большее. А именно, что кризис европейского сознания конца 17-го и начала 18-го веков был не просто восстанием против жестких политических и интеллектуальных рамок века Людовика XIV, но и моментом разрыва со всей предыдущей античной средневековой и ренессансной традицией, усматривавшей идеальность в прошлом, в неком золотом веке. Ибо именно в этот момент возникает человек вообще, а также закладываются основы идеологии прогресса, то есть поиска, систематического поиска идеального состояния в будущем. Так это или нет, решать вам. Ну а пока читайте книгу Поля Азара «Кризис европейского сознания» и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok